У нас, вы знаете, у нас с Кыргызстаном очень хорошие теплые отношения. И надо определенное время между нами всегда встречаться между собой, обсуждать все текущие проблемы, все, что связано и с политическими вопросами, международная, скажем, обстановка, экономические вопросы, туризм. Вот это главная цель моего приезда, вместе с нашими коллегами здесь, обсудить все, что нас связывает, все, чем мы интересуемся, именно поэтому я здесь. А вот в вашем приезду какие встречи заполнили? А у нас встречи с парламентом, у нас встречи с МИДом, встречи с еврейской общиной. Так что тут немножко такой целый диапазон. Я был в Кыргызстане много лет тому назад, очень много лет, 18 лет тому назад. Так что для меня это как бы новая встреча со страной, немножко посмотреть, завтра немножко уделим время немножко посмотреть, так что как-то создать какое-то впечатление. Так как я директор всего этого региона в израильском МИДе, то для меня это очень важно не только то, что я услышу, а то, что я и увижу. Так что это тоже цель моего приезда. Вот по поводу виз для граждан Израиля в Кыргызстане, насколько это важно для Израиля? Я думаю, что это важно для обоих сторон, потому что очень много израильских туристов сейчас приезжает в Кыргызстан. Например, числа где-то около 5000 туристов в год, что уже немало. Я уверен, что если будут какое-то визовое урегулирование, которое мы, кстати, имеем с очень многими странами бывшего Советского Союза, то это очень поможет, например, кыргызской экономике, в смысле приток израильских туристов. А это очень хороший турист. Я только могу вам дать пример, что из-за такого решения, значит, отменения виз, а у нас с Георгией в Грузии, у нас сейчас число повысило от нескольких тысяч, мы уже дошли до 140 тысяч туристов в год. Я думаю, что это помогает экономически, это помогает развивать инфраструктуру страны, это помогает развивать экономику, не только в смысле, что приходят деньги от туристов, а такие туристы приезжают, видят страну, часть из них и так, и так бизнесмены. Они говорят, ой, я уже был в Кыргызстане, посмотрел, что-то можно сделать. И начинается уже более того, как чистый туризм. Вот я думаю, это важно. И, конечно, если туристы могут приехать в Израиль, для нас это очень важно, посмотреть все-таки святая земля, многие этим интересуются, святая земля для всех религий. Так что я очень уверен, абсолютно уверен, что это будет в пользу обеих стран. Я так понимаю, что ваш приезд именно связан с одной из главных целей, является отмена визового режима. Это одна из целей. У нас несколько тем на повестке дня. Да, это, несомненно, тема, которая будет вставить на повестке дня в наших переговорах. А по поводу посольства Кыргызстана в Израиле, это тоже важная тема? Это, конечно, это важная тема. С тех пор, как Кыргызстан стал независимым, в Кыргызстане нет представительства в Израиле. Абсолютно никакого. Я думаю, что все-таки у нас есть посол, который, он, правда, не сидит в Бишкеке, он сидит в Астане, но он приезжает очень часто. У нас есть кто-то, который здесь работает. Так что у нас есть некоторая форма представительства и присутствия в Кыргызстане. К сожалению, этого присутствия в Израиле нет. И я считаю, что пришло время, и это действительно мы будем, этот вопрос будет стоять на повестке дня с нашими коллегами в МИДе.